Вдох. Все. Два часа не пить, не кушать, не восстаргиваться. Вторая вакцинация через 20 секунд. Ощущения абсолютно нейтральные. Вакцина не щиплет. На мой взгляд, он немножко сладковатого вкуса. Ну, то есть абсолютно безболезненная и удобная процедура. На самом деле этот метод введения, он хорош тем, что он будет стимулировать еще и местную защиту на уровне слизистой. То есть мало того, что подрастет уровень антитил, еще и будет местная защита. Именно это нам обещают производители. Пришел и привился. Ну, два часа не употреблять пищу, ну, не пить жидкости, ну, больше ничего такого. Время покажет, как она работает. На самом деле это же, ну, по крайней мере, предыдущие вакцины работали очень хорошо. То есть и титры были высокие, антитела сдавали, они зашкаливали, то есть практически. Ну, и я лично не болел ковидом. Мы начинаем вакцинацию интраназальными насадками. Только вакцина у нас, понятно, что спутник, та же самая вакцина, которой мы работаем, только с насадками интраназальными для путеведения, ну, через нос в интраназальный. Такая же у нас остается схема. Через шесть месяцев мы ревакцинацию людям предлагаем. В регистратуре много обращений идет, конечно, по телефону. Именно люди пытаются понять, что это за новая вакцина или это просто путь ведения другой, то, что мы пытаемся людям объяснять. Поэтому люди спрашивают, ну, пока еще, к сожалению, так активно, пока люди еще пока не подходят к нам, чтобы записываться, только пока информацию уточняют. Потому что сейчас, конечно, активно грипп уже, да, у нас заболеваемость повышенная, поэтому люди, конечно, осторожно очень приходят. И мы хоть отдельно у нас есть, где выделенная зона для вакцинации, но, в общем, у нас сейчас народу не так много. Продолжение следует...